Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 22 главу. Иисус продолжал говорить им притчами и сказал, «Царство небесно подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов и сказал, скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгнился и послал войска свои истребить убийц онных, и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабыте, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Мы видим, что здесь Христос говорит притчу о свадьбе, в общем-то, брачном пире. Он решил женить некий царь, женить своего сына. Раньше специально дату не назначали, когда все было готово, все люди как бы приготовились к этому событию и ждали, и были в состоянии ожидания, что вот, может быть, на этой неделе, может быть, на следующей неделе пригласит нас царь на свою свадьбу, на свой брачный пир, так, как и обещал. И все люди были в состоянии ожидания и в состоянии готовности. И тогда, когда все было готово, то царь, как здесь написано в этой притче, посылает рабов своих и говорит, чтобы они пригласили. Ну, как мы видим, одни ушли, пренебрегли, другие пошли работать, третьи пошли по своим делам, как и сказано. Когда пренебрегшие пошли, кто на поле, кто на торговлю, в общем-то, когда одних, сказано, схватили и убили. И за то, что схватили и убили, царь тот говорит, пойдите в войска, и, в общем-то, за моих рабов, которых они, раб царя, это был человек достаточно высокого ранга. И за это необходимо их покарать. О чем здесь эта притча? Что Христос хочет сказать фарисеям? Вот эти люди, которые находились в состоянии ожидания брачного пира, это он говорит для книжников и фарисеев, для иудеев, которые, в общем-то, подготавливались всеми ветхозаветными пророчествами, которых сотни в Ветхом Завете. С самого начала книги «Бытия» и до последних книг малых пророков, Малахии, Захарии, где говорится о Христе как Мессии, который придет, о котором сказано пророк Исаия, он был, не было в нем ни вида и ни величия, он был умолен, страдал за грехи и истезуем был, думали, что он человек грешный, а на самом деле он страдал и истезуем был за грехи наши и прочие-прочие пророчества, которые говорили не о величественном виде Христа, не о величественном виде царя, который придет в Израиле и установит власть, а именно о таком, о уничиженном, потому как в пророчествах есть пророчество о рождении Христа, о его страданиях, о его смерти, о его воскресении, о его предательстве перед смертью Иуда, например, 108-й Псалом об этом говорит. То есть это им было все известно, и он им говорит, что вы должны бы ожидать состояния этого брачного пира, когда я вас приглашу, но вы как-то этим пренебрегли. То же самое брачный пир в новозаветном понимании, это, конечно, литургия, где центральным местом является, центральной частью является Таинство Евхаристии. Когда мы приходим и соединяемся со Христом под видом тела и вина, мы принимаем истинные хлеба и вина, истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа. И здесь некоторые люди пренебрегают этим. И одни, как сказано, как подобно этим людям в этой притче, идут на свою работу, другие идут на свое поле или еще по каким-то делам. То есть такое пренебрежительное отношение к богослужению, к воскресному дню. У людей всегда есть какие-то другие заботы. Но есть и те, которые, как мы видим, здесь как бы раскрывается история. Все эти люди, эти рабы, это, в общем-то, посланники Божии, это пророки, апостолы, которые приходят и в дальнейшем в этот мир. Это притча как о прошлом, так и на перспективу. Которые приходят в этот мир, благорестуют Царствие Божие, но одни просто пренебрегают, а другие просто заняты своими делами, а третьи просто являются гонителями этих людей, убивают их и истязают. И мы читаем далее. Да, но прежде чем прочитать, вот можно цитат, есть несколько. Блаженный Августин пишет, цитата, «Приготовленный Господом брачный пир доступен всем, кто достойно его принимает. Кто достойно его принимает. Важно, чтобы каждый взвешивал, как он к нему подходит, даже если ему и не возбраняется на нем присутствовать». Мы с вами прочитали о том, что на брачный пир пришли все люди. Когда эти пренебрегли, тот и Господь повелел собрать все и злых, и добрых. И вот Блаженный Августин продолжает. Цитата. Святое Писание учит нас тому, что есть два пира Господа. На один приходят добрые и злые, на другой злые не приходят. На тот пир, о котором мы только что слышали при чтении Евангелия, собрались и добрые, и злые гости. Все отказавшиеся прийти злые, но не все пришедшие добрые. «Сейчас я обращаюсь к вам, добрым гостям на этом пире. Будьте внимательны к словам. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11.29. То есть здесь Блаженный Августин напрямую указывает то, чем было сказано выше, что здесь прообраз еще и литургии, и таинства Евхаристии. И завершает следующими словами. «Это вам, я говорю, не ищите добра вне церкви и переносите злое внутри нее». Конец цитаты. Так он говорит. «Это вам, говорю, что не ищите добра вне церкви, потому как те люди, которые отказались, пошли искать добра вне церкви. Какого? Кто на поле свое? Кто еще на какие там мероприятия? Ну, здесь предупреждается». И вот интересная часть цитаты, еще не могу ее не процитировать, святитель Григорий Великий пишет. «Брачный пир, цитата, «царя изображает церковь того времени, в которой соприсутствуют и добрые люди, и злые, в ней смешаны разные сыны, и она всех ведет к вере, но не всех счастливо приводит к свободе духовной благодати через перемены в образе жизни, так как в этом людям препятствуют их грехи. Пока мы живем в этом мире, мы обречены идти путями века сего, будучи перемешанными, и злыми, и с добрыми. И когда достигнем конца, мы разделимся. Добрым негде будет быть, кроме как на небе, а злым негде оказаться, кроме как в аду. Наша жизнь проходит в середине, между небом и адом, а потому принимает граждан, так сказать, обоих видов, пока здесь церковь на земле. «Святая церковь принимает их, не различая, но разделит их потом, когда эта жизнь пройдет». Конец цитаты. Мы знаем, другой евангельский текст говорит, что Царство Небесное подобно тому, и суд последний. Один берется, другой остается. Двое на постели лежат, один взялся на небо, а другой остался. Но все зависит от того, как человек в этой жизни жил, что для него было приоритетом, какова была его иерархия ценностей, что для него было главное, Бог на первом месте, семья потом, потом все остальное, или он все перемешал. Потому что человек сам по себе не делается просто так вот злым, он сам в себе выстраивает, к чему он тянется, где он находит источник, источник выстраивания правил жизни своей, для того, чтобы достигнуть Царствия Божия. Если в этих пустых и посторонних мероприятиях и делах, то и внутри будет пустота. Если в Евангелии и в Слове Божьем, то тогда заповедь звучит для него, блаженно алчащей, жажущей правдой, ибо они насытятся. Итак, далее, когда в 11 стихе говорится, что царь вошел на этот пир, царь здесь по образу Христа, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду. Что это такое было, брачные и небрачные одежды? В том, что когда люди приходили, то если у человека и не было одежды, он мог быть бедным, и у него не было, он старался, конечно, что-то одеть, то были специальные слуги при царе, при дворах на Востоке, которые даже выдавали, не обязательно даже бедным, была такая традиция, такая обычая, что всем выдавали, хорошую одежду специально для этого мероприятия. То есть давали, ну, хорошее такое, скажем, тогда в виде чего это такое, там все люди носили, в штанах не ходили, это как такой вот балахон, такой сверху, что-то в виде ряса или подрясника, такого вот, как ходят восточные люди, давались белые одежды. Было и такое, когда царь давал этим людям одежду, которую они как подарок могли оставить, и потом вместе же с этим уйти. Но здесь и были те люди, по-разному было, которые должны были и сами одеваться приличным брачному пиру. Ну, как и у нас. Идем мы, например, в гости к своему другу. Но другу не важно же наша одежда и как мы придем. Но наш внешний вид, он важен лишь в том смысле, что вот наше уважительное отношение к этому празднику, к этому человеку. Мы знаем, что в современном мире даже существует такое понятие, как дресс-код. То есть, например, нельзя прийти на концерт, например, к какому-нибудь певцу или в оперный театр в джинсах, драных на коленках, и в кроссовках, и в неумытом, непонятном, вытянутом свитере с рукавами. То есть, есть определенный дресс-код. Также в ресторан определенный, тоже не пусть в спортивной обуви. Но вот интересно, почему-то в церкви думают, что человек может приходить как ему угодно. Еще есть такие возмущения, а что такого, я свободный человек? Свободный, конечно. Каждый человек свободный, но ты показываешь свое уважение и отношение к Богу и к окружающим, когда ты приходишь в воскресный день на этот брачный пир. Конечно же, здесь речь идет не о внешних одеждах. Конечно же, здесь, хотя и то, и то, но в большей степени Христос указывает на чистоту человеческой души. Вот что пишет свидетель Григорий Великий. Поскольку вы по щедрости Бога, цитата, уже вошли в дом брачного пира, то есть в святую церковь, то будьте внимательны, братья, как бы царь придя не обнаружил изъяна в вовлечениях души вашей. С великим трепетом в сердце рассуждать надо о том, что последует. Царь, войдя, посмотреть возлежащих, уйдет там человек, одетого не в брачную одежду. Возлюбленные братья, что, как вам кажется, обозначается брачной одеждой? Если скажет, что брачная одежда это крещение или вера, то кто же вошел туда без крещения и без веры? То есть он говорит, если вы скажете, что брачная одежда это просто крещение и вера, как вы могли креститься без веры? Это не то. Человек, еще не поверивший, находится вне пира, то есть вне церкви, вне участия в литургии верных. Что же должно мы понимать под брачной одеждой, как нелюбовь? Человек приходит на брачный пир, но нет на том брачной одежды. Кто, пребывая в святой церкви, не имеет любви, слышите, не имеет любви, пусть даже есть в нем и вера. Мы правы, когда говорим, что брачная одежда это любовь, потому что это именно то, что имел наш Творец. когда пришел на брачный пир соединение себя с церкви, и только любовь Бога сделала возможным то, что его Сын Единородный соединился с сердцами избранных своих. Иоанн Богослов говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть мы видим, что Григорий Великий здесь указывает на самую главную добродетель человеческой души. Это любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И далее мы читаем 12-13 стих и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, взяв, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте и возьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. То есть этот человек не приобрел главной добродетели. В нем была и вера, в нем было и крещение, потому как Григорий Великий говорит, как он мог войти без этого, допустить его до Евхаристии. Никак. В нем все это было. Он, в общем-то, был, видимо, внешне, он являлся, как сегодня модно говорить, полноценным членом церкви, но внутренне он был не таков. Любви не было в его сердце, не было этой главной добродетели, которую принес сам Господь, не просто заповедью, но своей жизнью, дабы каждый не погиб, но имел жизнь вечную. Блаженный Августин пишет по этому поводу следующее. Подобающая одежда усматривается, конечно, в сердце, а не на теле, поскольку, если бы она была внешней, то не осталась бы незамеченной слугами. А вот, какой должна быть эта одежда, узнайте из таких слов. Псалом Давида 131, 9. Священники твои облекутся правдою. Об этом же облачении правдою говорит апостол. Только бы нам и одетыми не оказаться ногими. 2 Коринфянам 5, 3. Так говорит, только бы нам и одетыми не остаться ногими. Поэтому, когда мы слышим при крещении делиться во Христа, креститься во Герахиста, облекостисе, это не только что значит во Христа, его любовь, потому что Бог есть любовь. Вот как, заканчивает блаженный Августин, вот так он, скрывший от слух, оказался обнаруженным Господом, был брошен и молчал, был связан и выброшен, осужден один из многих. Конец цитата. И далее Господь говорит, много званных, но мало избранных. Кто такие званные? Званные это те, которые откликнулись и пришли. Это блудники, моторит. А кто такие избранные? Это те, которые были избраны самим Христом, который Христос вводил в течение всей ветхозаветной истории, но они отказались не в брачной одежде. Не было у них главной добродетели любви. Они погрязли в этом закончестве, что можно, что нельзя. И совсем перестали замечать человека и его нужды. И мы читаем далее. 15 стих. Тогда фарисеи пошли и совещались как бы уловить его в словах. Этим только и занимались. И посылают к нему учеников своих с эрдиадами, говоря, учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божий учишь. Заметьте, не сами идут, а учеников посылают, потому что они считали это ниже своего достоинства поговорить просто, они же его считали за какого-то непонятного человека ниже своего достоинства. Кого посылают секретарей. Общение только через секретаря. Избави Божие. Секретарь, чтобы напрямую общался с простым прихожанином того времени. Поэтому так. Это здесь ярко видно. И посылают к нему учеников своих, видите, с эрдиадами, говоря, учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божий учишь и не забочишь об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительный давать подать кесарю или нет? Но в виде лукавства их сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платят подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдайте кесарево, кесарю, а Божие Богу. Действительно, они недаром выбирают такое искушение для Христа, потому как мы знаем, что Иудея была под властью римлян, и если бы они, вдруг Христос, что-то этому воспротивился, тогда они бы могли сказать, вот он не друг кесарю, как они скажут это в дальнейшем, перед распятием. Но Христос, много там было налогов, были налоги от зерна, были налоги от вина, разные проценты, но также тот, кто не мог заплатить от какого-то своего хозяйства, которое не имел, он мог заплатить динарий, и в общем-то денежный эквивалент был более предпочтителен, и поэтому они приносят динарий. Но Христос здесь рассуждает так, все, что принадлежит Богу, отдайте Богу, все, что принадлежит не Богу, это Богу не нужно. Поэтому он говорит, отдайте кесарево кесарево, а Богу Божий. Что же Богу нужно? Бог, он самодостаточен, он единственный собственник во вселенной, он ни в чем не имеет нужды, но что ему нужно? Ему нужна наша любящая душа. Для чего? Для того, чтобы ее спасти от греха и от смерти вечной. И услышав это, они удивились и оставили его и ушли. То есть, мы видим, у них ничего не получилось, только удивление вызвало. В тот день приступили к нему саудуки, которые говорят, что нет воскресенья, и спросили вот еще одна партия атеистов фактически, они не верили в бессмертие души, и с этим у них все время были споры с фарисеем. И вот они теперь к нему поступают. Учитель Моисей, они ему говорят, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семью брату своему. Даже само обращение ему говорят, рави, но они не являлись его учениками. Это такое издевательское обращение учитель, но на самом деле учитель мог только называться тот, кто ученик. То есть, сыном можно называться тот, кто, если, например, отец, это да, отец, то и сын. Если, например, учитель, то он должен быть его учеником. Как мы молимся, отче наш, мы признаем, что Бог наш отец, он творец, промыслитель мира. Но здесь звучит издевательство из их уст. Они говорят, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет себе жену, его восстановит семью брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою, брату своему, подобный. Второй, третий, даже до седьмого, после же всех, умерла и жена. Итак, воскресенье, кого из семи, будет она женой, ибо все имели ее. Здесь даже звучит такой вопрос, такой вот, как сказать, такое вот слово, с пошлостью. Да, вот они все имели ее, да, а теперь вот, чьей она там будет женой. Хотя, сказал перед этим, что саудукеи не верили в воскресенье мертвых. Они этот вопрос специально задают, чтобы ловить Христа. Вы учите о воскресенье мертвых, но по вашему закону, они тут жонглируют, как бы, зная закон Моисея, мы знаем, и вот эта женщина по вашему закону была несколько раз женой разных мужей, а теперь воскресенье мертвых, о котором вы учите, но в котором мы не верим. Ну-ка, скажи нам, чьей она там будет женой? Вот как звучит вопрос. Не ради, чтобы получить ответ. Христос, видя все их лукавства, отвечает им. Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная писаний, ни силы Божьей. Действительно, они выдергивают что-то из контекста, как сегодня порой бывают люди, недобросовестные люди вне церкви, так называемые христиане без Христа, исследующие священные писания, выдергивают какие-то части и стараются как-то полемизировать в своем протестантизме, то есть противопоставлять себя. Не было бы церкви, не против кого-то протестовать. Так действовали и саудукеи. И так в воскресенье не женятся, говорит, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Христос их поправляет и говорит о том, что воскресенье из мертвых они представляют плотски, и жизнь на небесах они представляют плотски, и рождение во Христе. Никодим, некогда, помните, Евангелие Таан 3 глава, когда Христос говорит ему, если не родишься от воды и духа, не наследишь царство небесное, они тоже и саудукеи, и тогда еще Никодим, не просвещенный Духом Святым, понимали плотски. Сегодня очень многие люди тоже рождение Христа, люди иноверные, понимают это плотски, что вот как-то может Христос родиться, например, в Коране, а и все, говорится, не могут этого принять, не верь тому, кто сказал о том, что Бог родился там от Мариам, не могут этого принять, потому что рассаждают здесь плотски. Конечно, Бог не рождается как простой человек, конечно, он рождается чудным образом, не естественным, как все люди, а сверхъестественным, об этом Христос сейчас заключение этой главы скажет еще. И слыша, народ дивился учения его, потому что и фарисеи, ученики, вернее, секретари прибежали фарисейские по поводу налогов, не могли его никак уловить, и саудукеи попробовали себя, тоже получили краткий ответ, и все дивились. Фарисеи услышат, что он привел и саудукеев в молчание, как, в общем, и их секретарей, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? То есть мы видим, что их объединяет теперь, они оба потерпели фиаско, и вот это вот их объединило. Нечто подобное мы увидим, когда Христа поведут на распятие. Там Ирод и Пилат, они в долгое время были во вражде, но суд над Христом, они с той времени, как будто в своем злорадстве, в своем издевательстве над спасителем, сказано, они примирились. Так и здесь, в саудукеи, претерпев фиаско, они объединяются, силы зла объединяются и ополчаются на Христа, но мы знаем тщетно. Иисус, да, учитель, какая наибольшая заповедь? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. «Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная возлюби ближнего твоего, как самого себя». Христос здесь ничего не открывает нового. Это цитата из Ветхого Завета. Из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 6 глава, 5 стих. «Возлюби Господу Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, ближнего, как самого себя». В Ветхий Завет — это не злой. В Ветхом Завете Бог не злой, как думают некоторые, потому что заповедь о любви к Богу и к ближнему звучит именно Моисеевым. Мы не маркианиты. Это была такая ересь маркиона, которая учила о том, что Бог Ветхого Завета злой. Я это не случайно говорю, потому что подобные суждения слышал и в нашей церковной среде. Поэтому не верьте этому. Это еретическое мнение. Когда же собрались... Да, на сих двух заповедях, заключает Господь, утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, Давидов говорит ему, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом?» Когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесной, меня доколе положу врагов твоих подожженых твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Мы видим, что здесь Господь говорит о себе как о Мессии, то, о чем я сказал чуть раньше. Он цитирует Псалом, который им известен, наизусть они знают книгу Псалтии. 109-й Псалом. «Сказал Господь Господу мою, сиди одесну и меня». Как же он называет его Господом? Они ничего не могут ответить. Потому что они настолько ушли глубоко в своем заблуждении обряда веры и законничестве, что потеряли и любовь, как мы видим, и к Богу, и к ближнему. И потеряли всякое, а без этого теряется всякое разумение текстов Священного Писания. Они видели Христа Мессию, но не видели в нем Мессию Спасителя. Он стоял перед ними, но они думали только о своем. Как бы уловить, как бы подсмотреть, как бы за что-то такое вот обвинить. Сегодня современный мир в общем-то не изменился ничем. Сегодня за церковью так и подсматривают, так и подглядывают. И причем это делают люди крещеные. Крещенные люди, православные, в общем-то, они как бы в храм неходящие, но тем не менее они по расповеданию все где-то что-то говорят, мы в общем-то православные христиане. Но подглядывают за церковью. Я не говорю за людьми. Не надо смотреть за людьми. Каждый человек грешен. Нет человека. Все согрешили без греха. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но церковь это не только люди. Церковь это еще и тело Христово. А таинства церковные, где присутствует Христос незримо, они не повреждаются. Если даже, ну хочется, может быть, маленький совет в завершении. Если даже мы услышим что-то о церкви и плохое, даже о священном в начале, но не лучше ли пойти и спросить, чем верить тем сплетням, которые раздуваются подчас средства массовой информации. Ведь если церковь и мы в ней крещены, то она наша мать, потому что крещение это рождение, значит, мы родились от церкви. Если, например, о своей матери услышим что-нибудь плохое, о родной матери, вдруг нашей матери скажут, что она блудница. Какая первая реакция? Слушай, ты вообще, ты кто такой? Ну, в общем-то, гнев какой-то праведный в защите своей матери. Ну, а потом все-таки прийти и спросить, мам, а тебе вот говорят так-то и так-то. Это правда? Почему же тогда с церковью мы поступаем так? Огульно верим всем сплетням, всем различным нападкам, которые есть на нее. Она же наша мать, она же нас в среде дела, но так нельзя. Так поступали книжники и фарисеи. А причиной этому было все одно, лишь одно. Что же, о чем Христос сказал еще раньше в этом же Евангелии? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, охлаждение любви. Будем стяжать это благодать святого духа, который является брачной одеждой, как мы видели из этой главы. Это критерий, по которым Христос будет определять наш вход, в царстве Его. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...